Всем привет, друзья! Меня зовут Вилли. Итак, время близится к обеду, а я еду на свою работу сдавать ключи, пропуск, ну и всё, что с этим сопутствует. Так что сегодня я сейчас сдам всё, и по сути я безработный. Ну, официально я ещё как бы работаю до конца этого месяца, но это всё так, скажем, условно. Поэтому, как только я сдам пропуск, всё, на работу мне вход закрыт. Так что, ну и так решил немножко, опять же, прокатиться по городу, показать вам город немножко. Хлепота сегодня немножко пасмурно, хотя местами, но главное, чтобы тепло было. Вот был бы сейчас мотоцикл, да, я бы до работы бы доехал бы минут за 10 по автобану, а так приходится вот ехать чисто по городу через все вот эти пробки, через все светофоры. Занимает немножко больше времени. Да я бы сказал, не то, что немножко, множко. Приблизительно мне в таком вот режиме надо ехать минут 35. А реально по автобану, на машине или на мотоцикле, это бы заняло бы у меня, ну, минут 15 максимум, грубо говоря. Так что, хотя у мопеда тоже есть свои преимущества, но, опять же, куда-то, если недалеко сгонять, скажем, в магазин за хлебом, это очень удобно съездить. На мотоцикле, я думаю, это будет немножко не так удобно. О, классный. Потому что мопед все равно в преимуществе перед мотоциклом тем, что он очень маленький, легкий, то есть можно запарковаться где угодно. По сути, как велосипед с моторчиком. Поэтому, опять же, с экипировкой, хотя надо бы с экипировкой ездить, но как-то ты хочешь не хочешь, все равно почему-то не заморачиваешься. В обычных штанах, в обычные куртки едешь и все. Хотя, если так разобраться, мопед тоже может разогнаться там до хорошей скорости. И если упасть будет на 50 километров с мотоцикла или с мопеда, то, в принципе, ощущения будут болевые, я имею в виду, будут те же самые. О, классный мопед. Ну, то есть, я хотел сказать, будет так одинаково больно, неважно откуда ты рухнешь, с велосипеда, с мопеда, с мотоцикла. Но вот почему-то, я не знаю, почему-то скутеристы с экипировкой вообще не заморачиваются. Ну, даже я не заморачиваюсь. То есть, я не знаю, чем это связано и как это объяснить. Может быть, исходишь из того, что, ну, мопед, думаешь, как бы, такой транспорт, ну, на по-быстрому. И поэтому одевать экипировку, хотя у меня есть четкая экипировка. Ну, я ее, блядь, для мопеда как-то одевать не хочу, что ли. Да. Что-то я тут сейчас замутил, сам не понял, что сказал. Ладно. Это видео, в принципе, так, для расслабона. Для тех, кто сейчас кушает или пьет чай, чисто расслабиться, посмотреть что-то, не напрягая мозг. Так, был дизель 13, евро 13, 100 метров дальше, евро и 7 центов. То есть, 5 центов разница. То есть, две разные заправки стоят друг от друга в 100 метрах, а цены уже так сильно отличаются. Поэтому, прежде чем на заправку ехать, нужно... Есть приложения всякие, где можно же цены мониторить, посмотреть, помониторить. А, у меня один раз прикол был, еще машина была когда. Я только в Берлин переехал, тут недолго жил, еще как бы особо не ориентировался. Посмотрел в приложении, где бензин подешевле. Ну, так, 4 километра. Думаю, ну, рядом. А раньше жил я в маленьком городе, там 4 километра это не расстояние было. Ну, а в городе-то я не учел этот нюанс. Ну, и поехал на эту заправку. В общем, я до этой заправки эти 4 километра по городу в час пик добирался где-то около часа. Потом я уже понял, что расстояние в городе 4 километра это намного дальше, чем расстояние где-нибудь в другом месте. О, у него явно разлоченный, видите, превышает. Я уже на максималке еду, то есть на максимально допустимой скорости для скутера, а он так вольготненько ускоряется. Засранец. Хотя я свой тоже могу разлочить, но не хочу. В принципе, как вы можете видеть, да, я еду в потоке себе комфортно, нормально. Сейчас движение такое средненькое, поэтому спешить некуда. Знаете, по городу гонять, оно, ну, превысишь ты там на 20 километров. Ну, на расстояние там, скажем, в несколько километров, ну, сэкономишь ты минуту-две. Если так разобраться, да, ты же не сэкономишь, скажем, в дистанцию в полчаса, ты никак не сэкономишь полтора часа времени. Это же нереально. Поэтому, ну, сэкономишь максимум ты, ну, минуту-две. А чё оно даёт? В условиях города и на коротких расстояниях превышать вообще не вижу смысла. Абсолютно. Это, понимая, когда ты едешь 10 часов и там превысить на 20 километров в час, оно в сумме даст какой-то результат, который ты можешь сэкономить, там, полчаса, час. Ещё имеет смысл. Но при езде в городе превышать, пху, бред полный. Только создавать опасные ситуации на дороге себе и людям. Поэтому, ребята, я за то, чтобы ездить правильно, не превышать, уступать друг другу. Даже если ты в преимуществе. Если ты видишь, что ситуация складывается так, что тебе, ну, проще уступить, чем создавать пробку или ещё что-нибудь. Поэтому, я за нормальное вождение. Вот видите, да, справа от меня полоса для автобусов. Никто по ней не едет. Кроме автобусов. В принципе, я бы сейчас мог снаглеть и по ней проехаться. Мне бы никто слова не сказал, меня бы все поняли. Но я, опять же, не вижу смысла. Ну, проеду я дальше. Дальше чё? А так я спокойненько в потоке, на расслабончике, наслаждаюсь поездкой, общаюсь с вами. Всё, зашибись. Вон, речка какая-то. Канал. Слушайте, из дома выходил. Было вообще так пасмурно. Я думал, ну всё, сегодня солнца весь день не будет. А сейчас смотрю на небо. Вон, почти всё. Небо чистое. По крайней мере, в северной стороне, куда я еду. На юге там немножко облачно. Ну, я уже практически приехал. Тут ехать осталось совсем недолго. Тут у нас в Берлине, по крайней мере, очень сильно распространены вот эти, как они называются, турбоперекрёстки. В России, конечно, их очень мало. Это ещё как бы новшество. А здесь это, в принципе, в Берлине. Это как само собой разумеется. То есть, очень удобная штука, если к ней привыкнуть. То есть, главное занять сразу нужную полосу, въехать на это кольцо. И один раз только уступить при въезде, там на светофоре постоять. А потом просто держишь свою полосу и уже выезжаешь на нужном тебе выезде. Так что, вообще классная штука. Конечно, когда первый раз на такое заезжаешь, можешь немножко запариться. А так, в целом... Так, мне надо перестроиться влево. Ещё раз влево. Так, ребята, вот когда едете, перестраивайтесь на дорогу, всегда вертите башкой. Почему? Это очень важно. Потому что, когда ты вертишь башкой, автомобилист видит, что ты поворачиваешь голову. И он уже понимает, что сейчас будет реально, ну, манёвр перестроения или поворота ещё. Потому что, если просто включить поворотника, то его могут не заметить. А когда ты уже навязчиво показываешь автомобилисту, что я смотрю сейчас, сейчас я буду поворачивать, чувак. Он уже обязательно сбавит скорость и пропустит тебя. Так что, это очень важно, когда едешь в потоке, особенно в плотном. Так, сейчас я буду немножко нарушать, но у меня выбора нет, потому что тут сейчас кусок автобана. А бежать очень-очень далеко. Ну, как далеко, относительно, в лоб. Поэтому этот участок сейчас немножко, ну, так скажем, на свой страх и риск проеду. Три года уже по нему езжу, пока тут-фу-тфу-тфу, всё зашибись. Так. Видите, да? Кирпич. Тротуар. В принципе, здесь как бы нельзя, но если очень надо, то можно. Так, видите, справа от меня автобан, на который мне нельзя. А мне надо буквально проехать, ну, метров пятьсот. Чуть-чуть. И чтобы вот этот участок объехать, приходится давать такой круг в несколько километров. А так мы сейчас раз аккуратненько прострелим. Вы только никому не говорите, что я тут нарушал. И всё. И приедем куда надо. Надо посмотреть, за чего штраф больше, за езду по автобану или езду по тротуару. Я один раз проехался так, по автобану, когда обратно ехал. Тут тоже буквально кусочек метров пятьсот, если не меньше. Надо было проехать. Я плюнул, да, проехал. Так, вон уже аэропорт виднеется. Не знаю, видно вам отсюда или нет. Вон уже башня. Наш этот тауэр. Ну, не знаю, буду ли я скучать по нему или не буду. Я считаю, что надо немножко отдохнуть от работы. Тем более, если сейчас это дело всё оплатится. Всё, теперь я на дороге. Как надо. Обычно, когда, ну, аэропорт на всю катушку работает, здесь движение такое солидное. Много машин, много такси. Сейчас посмотрим, там, наверное, всё пусто. Да, ну, должно быть, по крайней мере, всё пусто. Вы знаете, вот сейчас подъезжаю к своему, так скажем, месту работы, в котором я проработал три года. И вот нет такого ощущения, что мне здесь чего-то не будет хватать. Что прям переживать, будешь страдать. Не, вообще никак. Даже что-то не ожидал. Думал, сейчас подъеду, немножко какая-нибудь сентиментальность во мне проснётся. Жалко как-то будет. А ничего подобного. Оно, честно, знаете, вот на работу, когда шёл, заходишь, настроение прям вот такое хорошее. Ну, через час оно как-то превращается всё в рутины, и уже нет того кайфа от работы. Хотя, когда только начинал здесь работать, ох, я здесь кайфовал. Это меня, знаете, вот отпустили с дурачка на аттракционы бесплатно. Тут всё так интересно. Да, тем более, я в молодости мечтал работать в аэропорту. А тут вот мечта сбылась когда-то. Так, здесь опять нарушаем под этот знак. Всё, приехал. Продолжение следует... АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, друзья, все, на свободу с чистой совестью. АПЛОДИСМЕНТЫ Реально здесь пусто. Обычно здесь битком машин, автобусов всяких, такси. А сейчас почти никого. Но оно и неудивительно. Все стоит. Кстати, этот аэропорт скоро должны закрыть. В ноябре вроде как планируют его закрыть. Потому что у нас должен открыться сейчас новый аэропорт в Берлине. Который должен уже открыться с 2011 года. Но там все какие-то недоработки. Его все допиливают, допиливают. Допилить не могут. Поэтому, ну, сейчас вроде как оптимисты планируют. Так, тут знаки, блядь. Светофоры не работают. Так. А вот сейчас я поеду по автобану. Так. А, и что я остановился-то? Его допиливают и допилить не могут, да. Поэтому, когда его откроют, новый, вот этот старый, его как бы хотят закрыть наглохо. Так что, возможно, через год этого аэроплота уже существовать не будет. Но, опять же, это все по воде вилами вписано. Может случиться так, что он еще лет 10 простоит и проработает. Так что, вот видите, все. Я выезжаю на скудере на автобан. Сейчас меня полиция здесь увидит, может наказать. Ну, будем надеяться. Я тут так, аккуратненько. Мне буквально проехать, вон уже съезд. Видите знак, вот, со стрелкой. Это уже съезд с автобана. Все, через 200 метров. Вот. Ничего, когда будет мотоцикл, я буду нормально, как нормальный лють. Кататься, ездить. Ляпота. Дорога такая интересная. Тут вся, как, вся, слишком такая глубокая колея, я бы сказал. Прямо конкретно чувствуется. Как по колее едешь. Вот у нас, опять этот наш турбоперекресток. Видите, я просто занял, мне нужно ехать прямо. То есть, я занял нужную полосу. Разметка показывает прямо. То есть, я могу, в принципе, из любой полосы ехать прямо. Но если я хочу на первом же повороте свернуть, то мне надо занять вот эту вот правую полосу. Как видите, разметка показывает. И все. То есть, ты один раз въезжаешь на кольцо, и больше тебя ничто на нем не останавливает. Очень удобно. Хотя, вот, кто приезжает из регионов, да, из маленьких городков, поначалу вот таких перекрестков очень сильно боятся. Потому что это для них что-то новенькое. В России, я насколько знаю, их таких перекрестков очень мало. Их только-только начинают внедрять. Ну, че музыку выключил? Нормальная музыка. Ладно. Так-так-так. Эй, муха какая-то тут. Видите, вот я сейчас аккуратненько на него въезжаю. Еду исключительно по этой же полосе. То есть, никому не мешаю, никому не уступаю. И вон, выезжаю по этой же полосе. То есть, я был в средней полосе, я остался в средней полосе. Очень удобно. Видите, все обгоняют меня. Ну, ладно, обгоняйте. А я вот так. Давай-давай-давай, зеленый-зеленый-зеленый-зеленый-зеленый-зеленый-зеленый. И вот сейчас ногу, блядь, только ногу поставил. Всегда так. Стоит только ногу на асфальт поставить, и загорается зеленый. Это называется закон подлости. Пять красный. А, нет, вот сейчас нормально. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Я вот не понимаю водителей, да, вот, когда вот стоят, колонна на светофоре. И вот все же видят, даже вот пятый, пятый, пятый автомобиль, который в этом ряду, он же видит, когда зеленый. Почему все не могут тронуться тупо одновременно? Почему вот это начинается протяжка такая? Сначала первый тронулся, через три секунды второй, потом еще через три, третий, а до пятого уже все, он только тронулся, ему уже опять красный горит. Вот почему тупо синхронно нельзя тронуться сразу, бац, и поехали, и все бы нормально проехали. Нет, блядь. Все спят на перекрестках. Вот это немножко прям вот, не знаю. Я вот даже стою, когда пятый там приду или что, я смотрю, вижу, а, зеленый, все, я уже готов сразу, блядь, поехать. Но ты ждешь пока первый тронется, второй тронется, третий тронется, блядь. О, бензин уже подешевел, по-моему, или подорожал. Ну, то есть ценник изменился. Давай-давай-давай-давай. О, успел. Нормально. Интересно, успею сейчас на этот зеленый или не успею? Наверное, успею. О, везде налаживается. Странно, вот вроде магазинами разрешили работать, а все закрыто почему-то. Сегодня не воскресенье, сегодня всего лишь пятница. Смотрите, да? Как-то магазинчики небольшие, а все равно закрыты. Не хотят, что ли? Так, друзья, сейчас будем проезжать в русский магазин с символичным названием «Россия». Вон, видите, да, такой, типа небольшого супермаркета, что ли, русского. Так что, если кому в Берлине надо русские товары, то едут сюда. Так, перестраиваемся. Так, вот здесь очень опасный такой перекресток, потому что люди думают, что здесь равнозначное движение. Знак очень высоко висит с той стороны, справа от меня, поэтому машины часто выезжают оттуда, и налево они вообще не смотрят. Они смотрят только направо, думают, что равнозначные дороги, и уступать не надо. Я уже как-то ехал так. Тетеньке пришлось посигналить, потому что я еду, смотрю реально, она на меня вообще не смотрит. Ну, я притормозил, хер с ним, пропустил ее даже. Ну, так, посигналил, ей пальчиком погрозил, типа, ай-яй-яй, тетенька, там знак висит. Но, бывает, бывает, такие ситуации. У меня раз как-то был прикол, тоже ехал, на машине я ехал. Еду, и такая дорога, дорога пустая вообще, никого не было. И дорога такая широкая-широкая, кажется, блин, так, я думаю, о, классная дорога такая, прям широченная. Так, еду прям по левому ряду, так красиво подъезжаю к перекрестку, ну, вижу перекресток вдалеке. И смотрю, машины так все почему-то в два ряда с правой стороны стоят, а я не догоняю. Я еду по левому ряду, то есть, получается, по третьему как бы. И уже подъезжая к самому перекрестку, я вдруг начинаю понимать, что я все время, все это время ехал по встречке, блин. То есть, там было две полосы в одну сторону, две в другую. А я почему-то ехал, то есть, ну, получается, по встречке всю дорогу. Со стороны, конечно, это выглядело, что я еду по встречке, к перекрестку, блядь, как мудак. Но я реально это не специально сделал, то есть, неосознанно. Почему-то от меня дорога, вот почему так показалось, что она, это одна дорога в одну сторону, не знаю. Что-то меня ввело, видимо, в заблуждение. Поэтому, когда человек едет как мудак, это не значит, что он специально едет как мудак. Поэтому, прежде чем напрягаться, сигналить, орать, материться, ну, не знаю, стоит подумать. Наверняка у каждого из вас были подобные ситуации, когда вы ехали, ну, немножко как мудак, но при этом не осознавали. Я что хочу этим сказать, ребята, просто надо быть проще, даже на дороге. Потому что иногда мне кажется, что, ну, меня должны были увидеть, меня, ну, не всегда это так бывает. Бывает, на секунду отвлекся на телефон или там на картинку какую-нибудь за окном, и все, пиздец. Уй! А, что-то я тупанул. Фу. Блядь. Там стрелка горела. А если стрелка в Германии горит, то, значит, ты можешь на всех хуй забить и поехать. Нет, в Германии действительно так. Если тебе горит стрелка, куда ты можешь поворачивать, то ты можешь реально просто поворачивать. То есть ты никому уступать не обязан. А сейчас получилось так, что этот стрел еще остаточный свет был. То есть прямо по косу, не знаю, видно отсюда или нет. А основной светоформ уже красный. И я немножко сейчас так, это, заболтался и думал, мне зеленый. Хотел уже рвануть, а потом осознал, что не, не то. Как раз к тому, что только что говорил вам, что не надо ездить как мудак. И сам чуть не поехал. Я этой стрелки там никогда не видел, если честно. Странно. Новая, наверное. Ладно, ребята, подписывайтесь на канал, на мой инстаграм. Ставьте лайки, дизлайки. Ну, а с вами был я, Вилли. Увидимся до новых встреч. Надеюсь, вам этот видос понравился. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok